Сегодня президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев посетил ряд адресов столицы, связанных с благоустройством духовно-просветительских объектов, развитием науки, транспортной инфраструктуры, промышленных предприятий, реализацией социально ориентированных программ, строительством жилья. И везде лейтмотивом проходила главная идея – интересы людей. Видеообзор программы. Ташкент, он сегодня в ритмах особых перемен. Столица меняется на глазах, под стать динамики реформ во всех сферах – экономика, инфраструктура, социальные измерения. Город известен на весь мир и своей древней истории, богатыми традициями, великими мыслителями, историческими памятниками и святынями. Это один из крупных центров науки и культуры, духовности и просвещения. Один из подобных адресов, получивших второе рождение по инициативе президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева, комплекс Сузукота. Прежде затерявшийся в нагромождении беспорядочных построек. Невзрачный, заброшенный, но по сути уникальный в своем роде адрес, средоточие богатейшей истории. Здесь расположен мавзолей Сузукота и мечеть. Есть сведения, что они возведены еще в эпоху Амира Тимура. А построили их, напомним, в честь внука Ахмада Яссави, который по достижении совершеннолетнего возраста поселяется в безлюдной холмистой заброшенной местности, прилегающей к ташкентским махалям Чакар, Чокуркоприк Чупаната и Мирляр и приступает к ее благоустройству. Пригласив сюда мастеров-ремесленников, близких и друзей, он строит дома, дает всем кров, внедряет науку и ремесло в широкие массы. Он также обучал молодежь земледелию, ремесленничеству и другим профессиям. Сузукота являлся наставником сотни мастеров и ремесленников. К сожалению, еще в 30-х годах прошлого столетия мечеть и медресе были закрыты и превращены в предприятия по изготовлению металлических изделий. На месте кельи были построены конторы предприятия и склад. И дальнейшая история данного места была далеко не впечатляющей. И только благодаря инициативе президента началась планомерная работа по восстановлению уникального наследия. Руководитель страны лично 26 мая 2017 года посетил комплекс Сузукота Шанхатахурского района. Дал поручение по комплексной реконструкции мавзолеи и мечети, благоустройству прилегающей к ним территории. На протяжении всего этого времени здесь осуществлялась огромная созидательная работа. Цель – увековечить доброе имя Сузукота и продолжить древние традиции ремесленничества. Все реконструкционные работы были под личным контролем президента. В феврале прошлого года глава государства вновь посетил данный объект, ознакомился с тем, как продолжается работа, дал целый ряд поручений для того, чтобы Сузукота превратился в детально продуманный гармоничный комплекс. И вот прошло время и масштабный, уникальный, по своей сути, проект реализован. Сегодня комплекс Сузукота посетил президент Республики Узбекистан Чавкат Мирзиёй. В эти минуты прозвучала благословенная молитва во имя мира, процветания, родной земли. Екатерина Ц风 biggest проекта Я говорю о essa ты! Эти один – Мирзиуса-Мирзиёй. В heißt, я крым insane людям! А затем глава государства подробно ознакомился с тем, как реализован данный проект. Старая мечеть, отметим, была бережно сохранена, реконструирована так, чтобы ни одна деталь не была утеряна. Теперь она выполняет функцию места для чтения намазов. Полностью преобразился мавзолей Сузукота. Он стал величественным под стать благородным идеям и высоким человеческим качеством внука Ясави. Устремлен ввысь его лазурный небесно-голубой купол, под сводами которого будут звучать благословенные молитвы. Многочисленных паломников, пожелания мира, благополучия, развития стране, где почитание исторического наследия, донесение до молодого поколения – один из важнейших приоритетов. По двум сторонам от мавзолея построены айваны. Они ручной работы. Мощные колонны поддерживают филигранной красоты резной деревянный навес. Все здесь воплощает мастерство ремесленников узбекского народа. И майоричные узоры – искусно инкрустированные в стены, и декор резьбы по дереву. Президент Республики Узбекистан ознакомился со вновь построенной новой мечетью, где будут проходить пятничные молитвы. Здесь одновременно смогут читать намаз около двух тысяч мусульман. Ее архитектурный облик, многие проектные решения были обозначены самим главой государства, ведь ход строительства, повторимся вновь, был под постоянным контролем президента. Здесь же состоялась беседа с религиозными деятелями и аксакалами. Глава государства поздравил их с наступлением месяца Рамадан. И отметил, что открытие обновленного комплекса в эти благословенные дни – хороший знак. Другие государства стремятся написать историю, которой на самом деле не было. А мы не можем полноценно донести до нашего народа, молодежи, нашу великую историю на следе предков. «Уделяя внимание таким местам, мы побуждаем всех к осознанию себя, своей истории», – подчеркнул Шавкат Мерзьёев. Говорил о значимости сохранения и приумножения богатейшего исторического наследия, о чистоте просвещенного ислама, призывающего только к добрым поступкам. Кто такой Хунарман? – задал вопрос президент. Это один из благороднейших людей. Он работает и день, и ночь, производит продукцию. И это честный, благородный труд. Человек, прозвучало, должен постоянно работать над собой, облагораживать свой внутренний мир. Всем сердцем проживать и осознавать, ценить жизнь. И быть не сторонним наблюдателем, а активным участником преобразований. А реализуется проектов великое множество, и это только начало, сказал президент. Немало масштабных программ будет еще запущено. Благоустроено святых мест. Множество проектов предстоит реализовать в столице. Для того, чтобы создать максимально комфортные условия для людей. А для этого, в первую очередь, по мнению президента, важно поднять экономику. И полученные доходы ориентировать на инфраструктурные и социальные проекты. Говорил в эти минуты президент и об уникальном историческом наследии, что отличает Узбекистан. Важности его сохранения и приумножения. А в ответ звучали слова благодарности. Благодарности за то, что данное место преобразилось до неузнаваемости, стало яркой, визитной карточкой города. Город наполняется новым содержанием, благодаря вот таким реализованным проектам, которые без преувеличения излучают свет, высокой духовности, чистоты, благородства, стремления к совершенству. Вся проводимая работа будет системно продолжена, сказал президент. Ведь немало предстоит еще сделать, чтобы Шахан-Тахур превратился в один из самых показательных районов. И пусть сюда, Сузуко-Та, сказал президент, приезжают со всех регионов. Пусть дают заказы. Пусть развивается ремесленничество. Ведь данная Махаля отныне – это уникальная площадка по реализации масштабных проектов в сфере ремесленничества. Да, дальновидный взгляд в будущее, строящийся на мощном фундаменте исторического наследия – это и возведение здесь комплекса ремесленников. По 15 домов построено с двух сторон от центрального архитектурного ансамбля Сузуко-Та. Функциональные характеристики которых продуманы до мельчайших деталей. Здесь сегодня также побывал президент. Дома двухэтажные, аккумулировавшие в себе все, что необходимо мастеру-ремесленнику. Это и мастерские, и магазин, где здешние УСТО смогут реализовать свою продукцию. И, конечно же, прямо на месте, на втором этаже – самые комфортные условия для проживания. Все рассказали президенту ориентировано на создание максимально благоприятной среды для творчества. Бережно передающегося из поколения в поколение. На обогащение традиций УСТО-ШОГР – мастер-ученик. На то, чтобы создавались новые яркие образцы ремесленного искусства. В унисон идеям и традициям мастера своего времени – Сузуко-Та. Это просто великолепно. Еще не было такого, значит, для ремесленника. Такая мастерская, такой уютный дом. Спасибо президенту. Он вот такой замечательный подарок нам сделал. Все это для нашего творчества. Миниатюра – это история и хроника. Президент подчеркнул, что нужно развивать все школы наши. Например, Антиджанский, Коканский, Ташкент, Самарканский, Бухарский и особенно Харазимский стиль. В дальнейшем я хочу еще набрать учеников и развивать нашу школу. Это один из уникальнейших центров, я считаю, в Узбекистане. То, что этот объект открыт в городе Ташкенте, и в Махалле Сузуко-Та имеет определенное новое веяние в развитии ремесленческой деятельности в Узбекистане. Сузуко-Та был человеком высоконравственным. И сегодняшние воспитанники, скажем, направления данного ремесленческой деятельности, а это Усто Ягач Оймакар, то есть Усто, занимающийся обработкой дерева. Наши ремесленники заняли всю необходимую площадь и очень рады тому, что сегодня происходит в нашей стране, именно в развитии ремесленчества. Продуманно подошли к формированию целостного облика данного ансамбля. Здесь применены лучшие достижения ландшафтного дизайна, высажены редкие виды деревьев, кустарников и полукустарников. Яркую палитру создали и флористические штрихи к современному облику комплекса. Современное освещение, места для отдыха, веющие прохлады фонтаны, вместительная автостоянка. Все вкупе создало неповторимый облик еще одной уникальной исторической достопримечательности столицы. Один из крупных по территории и с высокой плотностью населения. Сей факт в списке актуальных для Чуланзарского района вопросов выделяет первым делом жилищный. Как его решать? На это отвечает и проект, начатый в конце 2018-го. Президент лично знакомился с ним в декабре прошлого года. Давал важные рекомендации. Комплекс Охтепасо-Охлбуе занимает более пяти с половиной гектаров. К осени здесь планируют построить 24 дома и почти тысячи квартир. Не прошло и полгода, массив вырастает на глазах. Почти половина домов уже готова. Жильцам обойдется недорого. Плюс комфорт и безопасность. На оптимальный набор критериев, приоритетный в городском строительстве, президент обращает внимание при каждом случае. И сегодня глава государства смотрел уже не только компактные макеты, но и знакомился с ходом строительства. Поскольку проект именуется комплекс, уютные стандарты обеспечат не только внутри. Соответствующей будет и прилегающая инфраструктура, включая инновационные велодорожки, современные точки сервиса, каскады фонтанов. Многое воплотит идеи популярного и актуального ныне умного города. Например, система оказания коммунальных услуг. Эта служба будет круглосуточной. 24 часа в онлайн-режиме, зеленый свет для заявлений. И всегда на готове оперативная группа сантехников, электриков и других специалистов. Впервые внедрят и вот такую практику, как обещают очень удобную для жильцов и коммунальных служб. Счетчики газа, воды, электроэнергии установят вне квартир. Обращает внимание и такой факт. В нынешнем строительстве заметно выросло число узбекских специалистов. То есть опыта стало больше. Но вопрос повышения профессионализма и обмен опытом все так же приоритетный. Что в будущем обеспечит максимальное участие своих кадров в реализации подобных проектов. Стоит сказать и о материалах, которые используются в строительстве. Сто процентно они изготовлены из местного сырья. Рассказали, что сейсмоустойчивое жилье сооружено на основе инновационных методов с применением энергоэффективных материалов. У каждой квартиры автономное управление отоплением и охлаждением. Возможно, скоро аналогичные адреса со знаком высокого качества и экономичности появятся и в регионах. По мнению президента, в расширении жилищного строительства целесообразно использовать опыт нынешнего проекта, который планируют завершить к очередной дате независимости. Челанзарский район столицы. Его архитектурный облик украсила вот эта мечеть, названная именем всемирно известного мусульманского богослова шейха Мухаммад Садыка Мухаммад Юсуфа. И трудно поверить в то, что вот на этом месте, где сегодня расположился такой роскошный, по сути, духовно-просветительский комплекс, был заброшенный пустырь. Строительные работы, инициированные президентом Узбекистана, велись чуть больше года. И вот эта обитель святыни, раскинувшаяся на двух с лишним гектарах площади, теперь по праву может претендовать на реноме одной из самых красивых в Узбекистане. Новую мечеть сегодня посетил глава государства. В начале президент совершил паломничество к месту упокоения духовного деятеля Сугулята. Здесь прозвучали суры и священные молитвы. После руководителю страны презентовали проект музея имени шейха Мухаммад Садыка Мухаммад Юсуфа. В беседе с дизайнерами Шавкат Мерзиёев сказал, что экспозиции должны быть ориентированы в первую очередь на воспитание молодого поколения. А потому концепцию музея нужно выстраивать именно таким образом, отметил президент, чтобы человек вышел отсюда одухотворенным. Ведь жизненный путь известного богослова есть хороший пример для формирующейся личности. То, каким будет новый музей, дизайнеры продумали до мелочей. И здесь особый упор сделан на инновационные технологии. Проект музея во многом определяет личность шейха. Шейх был очень инновационным и прогрессивным человеком. Несмотря на то, что он прошел обучение в традиционной классической системе образования религиозного, в процессе жизни он сформировался. Он использовал самый современный компьютер. У него был онлайн-кабинет. Поэтому президентам поставлена задача сделать инновационный музей, который бы был обращен к молодежи современной. Именно языком молодежи рассказать. Потому что наследие шейха, ислам как наука, во многом очень много интересных содержит именно для молодежи. В этих целях предполагается, что первая часть жизни, посвященная его образованию и учебе, будет сделана в виде общего вида медресе. Дальше мы предполагаем, что будет воссоздан рабочий кабинет шейха. Будет специальная цифровая зона сделать, где будет представлено уникальное научное наследие. Ну и, конечно же, будет представлена научная деятельность шейха на международном уровне. В центре музея обязательно будет, естественно, коран, экземпляр корана, которым пользовался шейх. Далее глава государства с большим интересом осмотрел двор новой мечети, которая оформлена преимущественно в национальном духе. Уникальный архитектурный стиль и отделка. Беседуя с представителями духовенства, президент отметил, что нам необходимо все больше пропагандировать просвещенный ислам, призывающий людей к милосердию, благородству и другим высоким моральным качествам. А в этом процессе, отметил Шавкат Мирзюев, высока роль духовенства, создание для него надлежащих условий, бережное отношение к великому наследию ученых-богословов. Именно с этой целью и была сооружена такая великолепная современная мечеть, отметил президент. Как видите, эстетика и комфорт здесь буквально на каждом шагу. Суперсовременная система кондиционирования, аккуратные комнаты для омовений. Все сделано на очень солидном уровне. Далее глава государства ознакомился с научным наследием ученого шейха Мухаммад Садыка Мухаммад Юсуфа. Здесь в библиотеке собраны уникальные книги, которые за свою жизнь написал всемирно известный богослов. Высокую оценку руководитель страны дал и молельному залу. Продолжая здесь диалог с религиозными деятелями, Шавкат Мирзюев подчеркнул, что новая мечеть должна стать очагом духовного просвещения. Для этого сегодня в стране создаются все необходимые условия. Также в проект новой мечети вошли и другие помещения. Например, вот этот конференц-зал площадью в 600 квадратных метров. Он рассчитан на проведение крупных международных форумов и встреч. Все стандарты для этого здесь соблюдены. В 1978 году в Ташкенте появился современный автовокзал. А вот в каком состоянии он был в начале 2000-х. Важная транспортная артерия не только столицы, но и всего Узбекистана просто-напросто не функционировала. Как результат, с упадком столичного автовокзала почти на нет свелись маршруты автобусов по регионам. А такой ведь на автовокзал открывается уже сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Встроенные ряды современных автобусов, ухоженная территория и здания в совершенно ином облике. Наверное, еще никогда ожидание автобуса не было таким комфортным. Сразу по прибытию президенту представили существующую ситуацию в транспортно-логистической системе страны. Акцент был сделан на три аспекта, тормозящих развитие сферы. Это нормативно-правовая база, подготовка кадров и инфраструктура. Сейчас многие документы, регулирующие сферу, требуют пересмотра и гармонизацию с международными стандартами. Президент высказался и о существующей системе подготовки кадров для отрасли, назвав ее неудовлетворительной. С учетом этого были даны поручения по пересмотру учебного процесса в Ташкентском институте по проектированию, строительству и эксплуатации автомобильных дорог. Главе государства доложили о планах развития транспортно-логистической системы до 2021 года. К этому времени транспортные и грузоперевозки планируется увеличить в полтора раза с 8 миллионов до 12 миллионов тонн. Долю экспорта транзитных услуг в ВВП довести до 5%, а количество автобусов до 12 тысяч. За это время будут расти не только цифры, но и требования к качеству сервиса, оказываемого пассажиром. Именно поэтому автовокзал ничем не уступает, а по некоторым параметрам даже опережает по комфортабельности свои авиа- и железнодорожные аналоги. Просторные залы ожидания, множество касс, комнаты матери-ребенка, молельные комнаты для женщин и мужчин. Приятные впечатления гарантированы как прибывающим, так и уезжающим из Узбекистана пассажирам. Туристы, приехавшие в столицу, могут решить квартирный вопрос, не выходя из вокзала. Гостиница из 14 номеров может вместить в себя 67 постояльцев. На втором этаже вокзала размещены книжный магазин, продуктовый, магазин одежды и сумок для путешественников. Для удобного перемещения более 2000 пассажиров, которых одновременно может вместить вокзал, установлены экскалаторы, к слову, произведенные в Узбекистане, и два лифта. Президент детально осмотрел инфраструктуру и дал высокую оценку проделанной работе. Сейчас с вокзала автобусы курсируют по 33 маршрутам. 17 междугородним и 16 международным. В Казахстан, Россию, Таджикистан и Киргизию. Уже на перроне руководителю страны показали автопарк компании Узавтотранссервис. В ее распоряжении сегодня 168 автобусов, которые наряду с автотранспортом других компаний, будут курсировать с Ташкентского автовокзала. Президент Мерзиёев, войдя в салон автобуса, ознакомился с условиями, созданными для пассажиров и водителей. «Важно, — отметил глава государства, — чтобы поездка была не только комфортной, но и безопасной. Чтобы и водитель, и перевозчик чувствовали и несли ответственность. Именно поэтому в каждом рейсе будет как минимум два водителя. Экипаж будет проходить обязательную проверку, а без должного технического осмотра автобус не выйдет из вокзала». «25 лет транспорт вообще был распущен и не был под контролем. А сейчас все это взяли под контроль. И люди ездили на частных и рисковали. И вот эти большие аварии, и этих водителей никто не контролировал. Они приезжали с рейса и сразу обратно возвращались. Ну, видите, как мы за рулем сидим, в костюме, все белым. Раньше у нас пришел, там посмотрел, тут у нас руки, мог в любом. А сейчас в костюме. У водителя тоже растет уважение к своей профессии уже, когда видишь, что чисто, все аккуратно. Самым большим открытием для поколения, никогда не пользовавшихся услугами автовокзалов, скорее всего, наверное, станет билет. На вокзалах мы были, на автобусах ездили, а вот билет на автовокзалах покупать не приходилось. Каким он будет? Да, весьма обычным. Вот такая вот бумажка, распечатанная на кассовом аппарате с QR-кодом и данными вашими и вашей поездки. Во время посадки на автобус QR-код будет сканироваться, а сам билет вы сохраните до конца поездки. Но, конечно, самая главная привлекательность автовокзалов, это не их технологичность или комфорт, а ценовая политика. Узнать это довольно легко, достаточно прийти на автовокзал, подойти к инфокиоску и выбрать расписание рейсов. И можно спокойно увидеть, что, например, рейс Ташкент-Шимкент длительностью 3,5 часа стоит всего 40 тысяч. Или, скажем, рейс Ташкент-Жеттесай стоит 16 тысяч. Но в среднем цена передвижения по Узбекистану начинается с 6 тысячами и заканчивается с 75 тысячами. Открытие автовокзала Ташкента стало не просто очередным запуском столичного объекта инфраструктуры. Это первый, но уверенный шаг в возрождении целого направления системы пассажироперевозок. Еще один продуктивный диалог. Конструктивные предложения для одной единой цели. Повышение и улучшение качества образования. Школа номер 238 Учтепинского района столицы. Учебное заведение построено почти 50 лет назад. За все это время был проведен несколько раз так называемый косметический ремонт. Но проблемы недостатков от этого здесь так и не уменьшилось. Вопросов, которые ждут своего решения, еще много. Об этом говорил и руководитель нашей страны, посетив данное общеобразовательное учреждение. Глава государства пообщался с министром народного образования, а также директором школы. Интересовался проблемами, с которыми они сталкиваются. Прозвучала здесь и критика. Шла речь о том, что несмотря на то, что образованию в последнее время в стране уделяется огромное внимание и делается все для того, чтобы привести профильную систему в порядок, тем не менее, состояние многих столичных школ, вопросы с нехваткой учителей, все еще в ряде актуальных. Нет книг, учебников, нормальной методики, уровень знаний преподавателей низкий, материально-техническая база слабая. К примеру, только 238-я столичная школа рассчитана на 1200 учащихся. Но на сегодня здесь обучаются более 2630 детей. Речь идет только об одном учебном заведении Ташкента. Как рассказали президенту, в настоящее время 217 столичных школ работают в 2-3 смены. 98 из них нуждаются в полном капитальном ремонте. В 2340 нет необходимой техники и оборудования. В таких населенных районах надо строить новые, компактные многоэтажные школы с хорошими спортзалами. Условиями и оборудованием, сказал Шавкат Мерзиёев. Тем самым могут быть решены многие существующие вопросы. При их строительстве важно учитывать создание условий для преподавателей, подчеркнул президент, чтобы были все возможности для получения образования, качественного образования. Работа должна быть эффективной и приносящей пользу. Ответственным лицам даны поручения по своевременному выполнению полученных заданий. На примере одной обычной школы президент определил основные задачи по выполнению необходимых работ во всех общеобразовательных учреждениях столицы. Это касается многого. Школ, оставшиеся без внимания их ремонта и реконструкции, повышения квалификации преподавателей, количество детей в них. Поручил нам до конца следующего года сделать все, чтобы ситуация изменилась в лучшую сторону. Во время своего посещения президент говорил о проблемах, которые волнуют нас многие годы, интересовался нашим мнением. Один из волнующих вопросов – это нехватка квалифицированных преподавателей, потому низкий уровень знаний. В одном классе много учеников. В школе не было ремонта. По его поручению теперь здесь будет построено новое здание. Как отметил глава нашего государства, этот вопрос будет под его личным контролем. Это для нас, как преподавателей, так и родителей – большая радость. Самое главное – это результат. А оно в безупречном знании тех, от кого зависит будущее нашей страны. Глава государства также ознакомился с текстильной фабрикой «Козинджон Рейтинг Сервис», недавно возведенной в Учтепинском районе. Предприятие ориентировано на выпуск качественной трикотажной продукции взрослым, юношам и девушкам, а также маленьким детям. Это одно из многих производств, которые играют важную роль в обеспечении занятости местного населения, насыщении внутреннего рынка современными товарами. Общая площадь составляет 1,7 гектаров. Здания и сооружения занимают 9,1 тысяч квадратных метров территории. За предыдущие два года здесь начали функционировать супермаркеты, семейный ресторан, что обеспечило работой 135 человек. Также организованы специальные подготовительные курсы совместно с Университетом Инха в Ташкете. Проект организации швейного цеха осуществляется совместно с Обществом ограниченной ответственности Кукча Текстиль. Его стоимость – 3 миллиарда сумм. Строительство сооружений и здания взяло на себя «Козинджон Рейтинг Сервис». В свою очередь партнеры завезли из-за рубежа около 100 современных ткацких машинок и вспомогательное оборудование. Швейный цех обладает мощностью производства 500 тысяч единиц готовых текстильных изделий в год. В скором времени здесь будет трудоустроено порядка 200 человек. Также планируется организовать шоурум – выставочный зал для готовой продукции. Президент отдельно остановился о значимости подобных, дал свои рекомендации по развитию бизнеса. В первую очередь была подчеркнута необходимость строгого контроля за качеством продукции. Для этого нужно постоянно изучать конъюнктуру, спросы и предложения на рынке. Были даны поручения по налаживанию экспорта готовой продукции. На сегодня в городе Ташкенте выявлено 4158 временно неработающих женщин. В Уштипинском районе 455 таких женщин мы выявили, список их составили полный. И вот на сегодня 196 из этих женщин мы обеспечим работой, текстильной работой, которые в этом цеху будут работать. 100 женщин будут работать в Шахантахур-Текстиле, который на сегодняшний день работает. 30 женщин изъявили желание стать предпринимателями, и они получат кредиты. Это до конца года. 53 женщин будут включены в ассоциацию Хунарман, и они будут тоже своей деятельностью работать. Таким образом, мы более 500 женщин у Уштипинского района обеспечим работой. Как отмечалось, в 2019-2020 годах запланировано реализовать 47 проектов на сумму 168 миллионов долларов в сфере промышленности и оказания услуг. В результате работы будут обеспечены более 5000 человек. Глава государства также ознакомился с процессом строительства пяти крупных производственных объектов и их экспортным потенциалом.